Международный туристический форум «Большой Урал» завершил работу в Екатеринбурге. В масштабном мероприятии впервые принимал участие из Лотоуст. Делегация представила не только городские достопримечательности, но и новый проект «Золотой пояс Горного Урала». Об итогах и перспективах работы в сфере туризма – материал наших корреспондентов. Несколько сотен участников и тысячи предложений. Туристический форум в Екатеринбурге – главное событие не только для Уральского региона. Представители всех российских территорий и нескольких десятков стран дальнего зарубежья привезли новые идеи и оригинальные маршруты. Сегодня туризм – самый прибыльный бизнес, поэтому даже у иностранных партнеров есть огромный интерес к российской провинции. В туризме человек же продает нечто особое, это не такой какой-то продукт, который в коробке, который запечатан или сделан в Японии или в Китае. То есть ты продаешь нечто намного большее, ты продаешь чувства, ты продаешь впечатления. То есть это надо просто любить. Регионам сегодня есть, что предложить не только на внутреннем туристическом рынке. Уникальные маршруты способны привлечь туристов из-за рубежа. Златоустовский павильон в Екатеринбург-экспо появился впервые в этом году и моментально стал центром всеобщего внимания. Именно Златоуст наряду со Свердловской областью, Крымом и Чехией вошел в перечень официального маршрута правительственной делегации на форуме. Очень интересно смотреть, что от Златоустовского павильона народ вообще не отходит, потому что он представлен в такой широкой гамме, в таком широком ассортименте. Это просто интересно, народ очень заинтересован. Туристический бизнес с разных позиций. И с позиций просто люди, что пришли, и так сейчас называем интеллектуальный бизнес, это люди, которые приходят, обучаются, у нас такое появляется, промышленный турист. Вот в этих сферах мы влияем. Ну и кроме этого мы просто показываем картинку, то есть чем занимается наш город, чем он может быть привлекателен для других людей. Впервые Златоуст представил не отдельные направления, а весь город. И гравюру, и народные промыслы, и продукцию местных производителей, и нацпарк Таганай, и множество достопримечательностей, способных заинтересовать гостей. Туризм – один из ключевых этапов стратегии развития Златоуста. И международный форум в Екатеринбурге доказал, что в этом направлении у Златоуста есть хорошие перспективы. Это должно дать некий, на мой взгляд, хороший экономический эффект, в конце концов, с точки зрения занятости, это повышение качества услуг, это возможность привлечь дополнительные деньги на благоустройство города, потому что туристические маршруты должны соответствовать приемным стандартам. И, честно говоря, не должно быть стыдно вести и смотреть. И плюс ко всему, есть хорошая сегодня активность наших предпринимателей. Если мы все вместе возьмемся дружно за эту работу и сделаем вот эти, даже те проекты, которые сейчас уже намечены, то я думаю, что ждет будущее неплохое, даже, можно сказать, большое будущее. Я, Златоуст, наверное, несколько десятков раз за свою жизнь проезжал проездом. И впервые в этом году попал туда именно непосредственно в сам Златоуст. И я знакомился с местными достопримечательностями и с местным промыслом. Я оказался, лично я уже видавший многое, оказался сильно впечатлен. Я думаю, что менее искушенного и опытного туриста удивить будет гораздо проще. Перспективы у Златоуста не то, что есть, они громадны. И учитывая потенциал и городского округа, и желание руководства городского округа развивать именно туризм, и область, и наше федеральное руководство, мы делаем ставку на Златоуст как определенный центр в развитии кластерного подхода в туризме. Проект «Золотой пояс Горного Урала» глава округа Вячеслав Жилин представил во время профи-дебатов «Туризм. Перезагрузка». Туристический кластер, объединяющий пять муниципалитетов, уже получил поддержку губернатора Челябинской области. Заинтересовал он и участников Международного туристического форума. Прекрасный продукт, приготовил Златоуст, но потом еще, просто не в плане подхвалимства, Мислав Анатольевич, я не подхвалим вообще, но очень позитивно и приятно видеть, так сказать, грамотного, продвинутого, это чувствуется, руководителем города, который все-таки при всей его значимости для нас, он как бы традиционно наивно воспринимается сугубо, как промышленный город, как индустриальный центр, как старо-промышленный. Но это тоже очень интересная тема, и вместе с природными ресурсами, также со знаком «Слыши», а именно «Метеорит», да, мы должны направить свои взоры и в сторону, конечно, Златоуста. Меморандум о сотрудничестве Центра развития туризма Златоуста и Уральской ассоциации туризма – лишь один из итогов работы делегации на масштабном форуме. В апреле златоустовцы ждут сразу две делегации. Представители РЖД выразили интерес к организации здесь ретро-поезда и туров выходного дня. В то же самое время специалисты будут выстраивать логистику маршрута в рамках кластера «Золотой поезд Горного Урала». Именно с этим проектом Златоуст готовится войти в программу федерального финансирования.